Здравствуйте, вы смотрите программу Смыслица. Сегодня я расскажу о такой стилистической ошибке, как нарушение управления. Ошибки в управлении возникают при нарушении синтаксической связи между словами. Например, разъяснение о проводимой политике вместо разъяснения чего проводимой политике. Или настаивал о том, чтобы. Правильно настаивал на том, чтобы. Вселял уверенность в победу. Верно, вселял уверенность в победе. Но вера в победу. Это примеры неправильного выбора предлога или ошибочное использование предлогов без предложной конструкции. Также не стоит забывать о том, что предлоги «благодаря», «вопреки», «согласно» употребляются сдательным падежом. Поэтому нельзя сказать «согласно приказа», нужно «согласно приказу». При выборе предлога обязательно учитывайте присущие ему оттенки значения. Так, стилистически неверно сказать «благодаря дождям я не поехал на праздник», потому что предлог «благодаря» сохраняет значение желательного результата. Нельзя написать вследствие предстоящих событий, потому что причинно-следственные отношения нарушаются, события еще не произошли и следствий у них быть не может. Нужно исправить ввиду предстоящих событий. Помните о том, что при двух или нескольких управляющих словах общее зависимое слово может стоять только если управляющие слова требуют одинакового предлога и падежа. Создать и руководить фирмой нельзя. Создать что? Фирму – винительный падеж. Руководить чем? Фирмой – творительный падеж. Лучше создать фирму и руководить ею. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!